МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброй ранецы! Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии для вас працует Наталья Игнатенко. На Гомельщине названное еще одно прозвище кандидатов – члены Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь. Отповедное голосование прошло на суместном посаджении президиума Гомельского городского совета депутатов и городского выконавчего комитета. Наши корреспонденты с подробностями. Посаджения по вылучшению кандидатов будут проходить до 19-го жюня. Сгодно с 9-м законодавством, представительства от Гомельской области – 8 человек. Зараз потенциальных сенаторов выбирают на суместных посаджениях мясовых советов депутатов и выконавших комитетов. Потребования до будущих членов Совета Республики – агульные. Узрост не меньше за 30 годов, як минимум 5 зяких, необходно прожить на территории в области. Беларусское громадянство и отсутность судимости. Плюс высокие деловые якости и сдольность працовать у коллективи. У Гомеля полечили, что усим гэтым потребованием отповедает Андрей Беляков, який свою працованную деянность починал у системе адукации, а потом пройшел шлях от первого секретара Гомельского районного комитета БРСМ до первого секретара Центрального комитета гэтой организации. Под руководством Андрея Эдуардовича Союз молодежи реализует в общественно-политической жизни страны такие значимые проекты, как волонтерский «Тоброе сердце», патриотический «Цветы победы», спортивно-образовательный форум «Олимпия», дискуссионные открытые дебаты «Выбирай бай», марафон «Все краски жизни для тебя» и многое-многое другое. В международном сотрудничестве налажено сотрудничество и подписаны порядка 30 соглашений с молодежными организациями России, Греции, Кубы, Венесуэлы, Ирана, Турции, Азербайджана, Латвии. У вынику открытого голосования Андрей Беляков обирается кандидатом у члены Совета Республики национального сходу Беларуси. Уверо, с ней кончатковое решение будет принято на посаджении депутатов базового узровня в Гомельской области. По коль же потенциальный сенатор каже об своим жадании займаться конкретными пытаниями и додает, что работа у Беларусским Республиканским Союзе молоди в этом плане допомогла отримать ответный опыт. Безусловно, что опыт, который есть, он, уверен, пригодится. И уже на таком ответственном участке работы, если все сложится успешно, конечно, буду прилагать усилия, чтобы конкретными действиями, конкретной помощью делать так, чтобы помогать людям и делать так, чтобы наша страна была еще сильнее и вместе мы строили процветающую независимую Беларусь. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель радиокомпания «Гомель». Уборка зерневых и зернебобовых культур на «Гомельщине» поступово выходит на финишную промую. Аграры Речицкого района первыми в регионе завершили массовую уборку. В мясовых господарках и самый великий намолот – больше, как 105 тысяч тонн сбожжа. А кроме этого, Речицкий район – лидер по урожайности – 41,5 центнер с гектара, что на 10 центнеров – больше за региональный показчик. Агульно намолот у господарках в области коля 915 тысяч тонн. Убрано 83% площадь. Ближе и до завершения уборочных работ – в Мазырском, Гомельском, Добружском и Жлобинском районах. У Беларуси рыхтуется узмацнить боротьбу с курением. У распроцовца находится проект нового антитутуневого декрета. И он пропонует приравнять электронные цигареты до звычайных и поширить пиролик местцев, у которых курение забороняется. Шмадетная семья Грачуха уже вела в одной из новобудовлев Гомеля 4 годы. За усёды хотели иметь несколько детей, тому жилё одразу выбрали просторное. Покольно родили троих. Двух старейших детей на лето отправили до бабули, отпожить от городского шума, суд улицы и цигаретного дыма. Семейное счастье Грачуха потонают от у него смоку. По словам Шмадетной мати, поверхом ниже живут суседи, яке курать бесперапынно. Они очень часто курят и муж, и жена, но они сейчас вообще в разводе, но всё равно бывают здесь. А в этой комнате мы жили до этого с ребёночком. Сейчас перенесли кроватку в зал, потому что здесь особенно ночью жить невозможно, когда они приезжают, ведут к нам. Домовица по-доброму не отрымливается. Каб вырешить проблему, шмадетная мать изверталась у розной инстанции. А ле покарать суседев немахчимо, законодавство и ныне порушают. Курить на властном балконе у их есть полное право. Правилами пользования жилыми помещениями, содержанием жилых и вспомогательных помещений, утверждённых постановлением правительства в 2013 году номер 339, установлен запрет на курение в многоквартирном жилом фонде как жильцов, так и организаций во вспомогательных помещениях. Это коридоры, галереи, лестничные марши, площадки, лифтовые комнаты, комнаты под мусоропроводы и другие помещения. Придомовая жилая территория и оборудованные детские площадки. В соответствии с административным кодексом, курение в местах, которые запрещены в соответствии с действующим законодательством, влечёт за собой наложение административного штрафа в размере до четырёх базовых величин. По статистике, у Гомельской области курить 23% же хорок, мают ценовать и граждане от 16-ти годов. Наводне умысленно и нечасто становятся причиной незручности для тех, кто этой шкодной звычки не мает. В поезде, например, где запрещено курить, то они могут выходить, но это как бы мешает. Ну, в общем, на основу мешает. В заведениях так вообще очень сильно мешает, особенно вся одежда потом воняет. Идёшь по какой-либо улице, вот, например, даже по этой, и здесь рядом идут с тобой курящие люди. То есть, как бы, мне эта ситуация не нравится. Разом с тем, проблемы громадства, связанные с курильщиками, значно ширейшие. У Беларуси от хвороб, связанных с курением, что ход помирает и не кольки тысяч человек. Пришим вельми часто тут у него выдым, отправляя на то и свет, процесс дольных и активов. В Украине, действующая широк нормативных правовых актов, накереванных на скорочность поживания, тут у него их вырубал. В 2005 году Республика Беларусь ратифицировала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Также в стране действует ряд нормативных и правовых документов, в том числе, это декрет президента Республики Беларусь номер 28 о государственном регулировании производства, потребления табачных изделий, табачного сырья. А также это закон Республики Беларусь номер 225 о рекламе. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. А для людей по раннейшему курить, и одних заборонных мер видовошно недостатково. Плануется, что новый декрет приравняет электронные цигареты до звычайных и заборонит поживания и неполильных жевальных сумесел. У кафе и ресторанах будут обсталеваны специальные места для курения. А вот в лифтах, на детских плясовках и пляжах новый декрет заборонит курить у Вогули. То есть тысячицев и творческих помешканий у территории спортивных и оздоровленных объектов, припынка у громадского транспорта. Плануется, что у автомобилях и помешканьях, когда у них присутничают дети во взросле до 14-ти годов, курить так само будет нельно. Настасия Кучинская, Вероника Варашилина, Валерия Гопанько, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Медики раят обовязково проверять усе дары лесу. Навод собранные у экологично чистых мясцинок, и они могут утримливать повышенные дозы радияции. Накольки активно прислуховываются до этой парады жихары региона, высвятлял Олег Синцерову. Хоть на дворе эти улицы и не ведьмец прияя росту грибов, але они в лесе все-таки есть. Правда, оживать их бесконтрольно медики не рают. Узровень радияции их, зразумело, уже не такие высокие, як одразу после Чарнобыльской катастрофы, але ее сдольны на листе шкоду здоровью. Быда и самая небеспечная в сенсии накопления радияции так званый польский гриб и мастяки. Особливо, коли их сбирают ковяд дорог, где негативный уплыв, оказывающий и великий поток машин. Увогули тут гэты дары лесу могут утримливать десятки шкодных речев. Быда и самая небеспечная, за кихи ртути свинец, причем об их наявности в организме люди доведываются только просто некаких годов. Прикладно стойки, что придется чекать, покой отмойный уплыв окажет и непосредственно невеликие дозы радияции. У меня дети и внуки любят грибы покушать. Так я ради просто здоровья, ради безопасности, чтобы быть спокойным. Проверяем часто. Правда, таких святомых людей не ведьмешмат. Некоторые навод просят вернуть им грибы и ягоды узровень радияции, у яких в нескольких разов превышает нормативы. Причем на враче размывал о таких выпадках и деп самостойной утилизации. Очень за все, такие дары люди будут уживать сами, те, что еще больше верогодно некому реализуют. И не сейчас право, что зараз от поведенной проверки в районах звучит, что является только у мясовых центров гигиены о городах и на некоторых рынках. Специально вести сюда грибы и ягоды жахары от дальних везок не будут, а открывать тут новые радиологичные пункты лечится нерациональным. Не фиксируем такого наплыва, чтобы население обращалось бы с каждым годом больше и больше. То есть стабильно, вот если брать областной центр, это в количестве 50 человек за неделю обращаются сегодня по вопросу исследований дару леса на Цезии 137. До речи, негативный уплыв невеликих дозрадиаций можно продухилить. Для этого медики раючь уживать больше лимону, морку и пить натуральный виноградный сок. Да помогут и ягоды, але только не те, которые сами утримливают небезпечные дозы. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадио компания Гомель, Реческий район. До речи, говорка об проверках дару лесу, санитарным стане населенных пунктов и неякостных продуктах харчаванья сегодня пойдет в программе «Диалог». Свои пытания можно задать головному урачу Гомельского областного центра геиены, эпидемиологии и громадского здоровья Александру Тарасенко. Глядите программу «Диалогу» про мем эфиры на телеканале «Беларусь-3» сене у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 77.68.45. На пляце войсковой части 55.25 отбылось закрытие другой змены военно-патриотичного лагера «Граница». На протягу минулых девяти ден яго удельниками были 25 навученцев прав тех в училищах. Усе яны приехали из разных кутков Гомельщины. Агульная ж по меже мятое, что усе яны потребуют повышенной уваги дорослых. Одны с хлопцов стоять на улику у инспекции по справах неполнолетних, инши выховываются у семьях, яке знаходятся у социально небеспечным становищем. На девять ден подлетки зменили звыклое место жихарства на солдатские казармы. Займались строевой, медицинской, химичной подрыхтовкой и в уголе знайомились с основами войсковой справы. Поспели проявить себя в спортивных споборництвах и наведать культурные установы областного центра. В опошний день лагера самые активные хлопцы отримали от организаторов подяки. Классно было, много было экскурсий разнообразных. Были экскурсии в МЧС, в освод ездили, бывали экскурсии в СИЗО, в церковь еще ходили, по музеям. Мне лагерь привил дисциплину и проявил интерес к спорту. До речи, уже зараз принято решение организовать такий же лагерь и в наступном году, причем поширить не только термин его проведения, а и программу спортивных и культурных мероприемствах. Православные верники означали День памяти одного из самых шанованных святых, великомученика и лекара Пантелеймона. С этой нагоды Боскую Литургию в Свято-Петропавловском соборе Гомеля означали епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. Нагадаем, в эти дни в Головном соборе Гомеля находится частица моща у Святого Пантелеймона, доставленная из Италии. Наведать службу и поклониться святыне, раниться и до храма пришли сотни верников. По этой причине Боское Действо пришлось и перенести на улицу. Литургия прошла на приступках собора практически под открытым небом. Дорогие братья и сестры, хотелось бы в этот знаменательный день пожелать им мира, помощи, благополучия. Это у нас великая радость для Гомеля, для нашей гомельской епархии. Нам впервые за 350 лет прибыли мощи, они покинули свое место поста на пребывание, кафедральный собор, прибыли к нам на нашу гомельскую землю. У нас есть возможность помолиться им и в этот праздник, этому годнику Христову, принести свои молитвы, принести свое сердце и пролить действительно нашу христианскую любовь. Дарычи святыня пробудят тут до 12-го жнивня. Прикласьте Седае можно с 7-ми хаден раниться до 10-ти вечера. У передапошний день еезноходжения у Гомели, у день памяти проподобной манефы Гомельской у Свято-Петропавловским соборы так само отбудется Боская литургия. Кабу начальниця е, у Гомель прибудет патриарши экзарху сей Белоруссии митрополит Павел. Жанучая команда хандбольного клуба Гомель вернулася с перемогой из международного турнира, который отбылся в Польше. Подчас поборництва у гомельчанки отримали три перемоги. Одна гульня завершилась в ничию. Девчата снова приступили до тренировок. Мужчинская команда так само поспробовала силы в спарингах. Соперником был украинский клуб ЗНТУ ЗАС. В первом матче гомельчане перемогли без проблем 34-29, а уже на наступный день было не так просто. Амалю весь матч гомельчане были напереде. У соперника отримливалось сравнительник, однако перехопить лидерство и они не могли. Все выращилось у концовцы. Меньшим за три хвилины до финальной сирены украинская команда смогла выйти наперед. А вот у гомельчану отации в вражальный момент ничего не отримливалось. Как выник поражение 26-28, однако головный тренер гомельской команды Сергей Цыганков не бачит трагеды у поражения. Команда поколь шукая свою гульню как у отации так и обороны. Сегодня Гомель проведет еще один спарринг соперник Могилевский Машека. И на этом наш ранешний выпуск завершенный у студии. Для вас працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам пленного дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров Корректор А.